Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного вас. Номер 309. События дня. Притча Соломона, 16.7. Когда Господу угодно пути человек, он и врагов его примеряет с ним. За 16 октября 2016 года. Воскресенье. И дальше показываю, есть ролик такой, называется, посвящается всем ушедшим из православной церкви. Это пишет Михаил Кальмаев. Я православный, он берет из моих роликов. И дальше, как под эпиграфом. Это очень злободневно, то, что здесь. Не просто я повторяю. Я вдалбливаю, чтобы постоянным повторением запомнили. Некоторые ни одного стиха наизусть не знают. Сирахов, 42.14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Премудрость. Но это не каноническая книга, скажут. Хорошо, каноническая. И человек, который сейчас говорить будет с женщинами, был знаком. Ни одна недвижина, ни четыре, как мусульмане. А 300 и 700 наложниц. Тысяча. И нашел я. Вот искал, искал, исследовал, исследовал. И подвел черту. В резюме. Что в горше смерти женщина. Ни Гитлер, ни Сталин, а женщина. Во второй книге ездил, посчитайте, когда вопрос стоял, кто самый главный, кто чего. И нашли, что женщина. Потому что она сеть. У нее ноги там, я сказать, на ногах эти щелки с сеточкой сделает и все. Она сама по себе сеть. И сердце ее силки. Силки там на рябчика ставит. Сердце ее. Она на прощадях везде ковы строит. Везде. Сколько людей погибло. И притом ничего нету. Ничего. Сказал бы, что-то дает. Нет. Руки ее оковы. А они целуют эти оковы, мужчина. Добрый перед Богом спасется от нее. А грешник уловлен будет ею. Некоторые, если это не знают, опять же скажет, не каноническая книга. Вот я даже прочитаю, некоторые не знают. Это ее достать не могут, не канонические книги. Не канонические книги. Вот. Я могу показать, где это написано. Вторая книга Едры. Вот она открыта уже. Сейчас я посмотрю. Вот плюсы. Так. Видите, третья Едра. И сделал царь Дарий большой пир своим подданным. И домашним своим. И всем ведьможам, Мидии и Персии. Всем сатрапам и военачальникам и начальникам подвластных ему стран от Индии до Эфиопии. В ста двадцати семи сатрапиях, областях. И ели, и пили, и насытившись, разошлись. Царь же Дарий отправился в спальню свою и спал. И потом пробудился. Между тем, трое юношей телохранителей, охранявших тело царя, сказали друг другу. Пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее. Еще слово окажется разумнее другого. Даст тому царь Дарий, великие дары, великую награду. И будет тот одеваться в багреницею. И пить из золотых сосудов. Как будто разница есть из каких-то деревянных. И спать на золоте. Да лучше всего на деревянном, конечно. И ездить на колеснице с конями в золотых уздах. Носить на голове повязку из висонной ожерелья на шее. И сядет он вторым по Дарии за мудрость свою. И будет называться родственником Дария. Главное, ну сказать, написать можно. Ну вот этот царь решает, что дать ему награду. А когда было не так. Вот когда Аман против Мардахея воевал. Царь говорит, а что ему сделать, кого царь решил отметить? Он назначил там на коне. Он говорит, ну вот это вот и сделай. А лапу высовывает и бьет ее оттуда. И тотчас написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовье царя Дария. И сказали, когда царь встанет, подадут ему это писание. И за кем признает царь и трое вельмож персидских? Что слово его мудрее, тому дастся преимущество, как написано. Один написал, сильнее всего вино. Но это давнейшая история. Один говорит. Это такой рассказ есть. Какое вино сильное? Вино больных делает здоровыми. Бедные, богатыми. Безногих, ходящими. Слава Иисусу Христу! Слава! Ну, напоили вино. Взяли одного безногого. А, слепым отверзает очи. Слепого, ну и беднягу какого-то бомжа. Ну, дали, напоили вино. И вот слепой говорит. Ой, какое хорошее это красное вино. А сам никогда не видал ни красного, ни белого. А другой говорит. Ты что городишь? Как сейчас дам ногой-то? На тот свет отправишься. Ногой ударит. А ноги-то и нету. А самый бедный говорит. Убей его, я заплачу за него. Вот что делает вино. Так что, когда сказали, что вино, то это в самом деле вино. Большую силу имеет. Другой написал, сильнее царь. А третий написал, сильнее женщины. Она всем одерживает победу истина. Вот запомните, что у людей это. Женщина, оказывается, в конце сильно это. И вот когда царь встал, подали ему это писание. Он прочитал. И послав, призвал всех вельмож. Персии, Мидии, Сатрапов и начальников. И начальников областей, и советников. И сел, и в совещательной комнате. И просчитано было перед ним писание. Вот сейчас бы президенту все это подали. Но даже, ну что не было развлечения. Кино не было, интернета не было. Одеваться некуда. Уже вчера напились, наелись. Это повторение будет. И сказал, призовите юноши, пусть они объяснят слова свои. И были призваны, и вошли. И сказал им, объясните нам написанное. И начал первый, сказавши о силе вина. И говорил им, о мужик, как сильно вино. Оно приводит в обращение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом. И всякий ум превращает в веселье и в радость. Так что человек не помнит никакой пищали и никакого долга. Вот спроси пьяница, то он скажет, да, вот поэтому я и пью. От жизни прячется. И все сердца делает оно богатыми. Так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе. И всякого заставляет оно говорить о своих талантах. Вино. И когда пьянеют, не помнят о приязни к друзьям и братьям. И скоро обнажают мечи. И когда истрезлятся от вина, не помнят, что делали. О мужик. Не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать? И сказав это, замолчал. Четвертая глава. И начал второй, сказавший о силе царя. О мужик. Не сильны ли люди, владеющие землей и морем и всем садящимся в них? Но царь превозмогает и господствует над ними. И повелевает ими. И во всем, что бы ни сказал им, они повинуются. Главное, вино сейчас такую же силу имеет. Вино. И правители, ты кормишь их, что ли, нет? Не корми без него. Это пленника я выпущу туда. Видишь, она как беспокоится сейчас, что без нее там покормят. Они уже поели. А? Они уже поели, поели. Они поели. А что ты там принес? Из-за чего она беспокоиться начала? Я варю суп. Так что. Если скажут, чтобы они ополчались друг против друга, они исполняют. Если по счету их против неприятелей, там в Сирию или куда-нибудь, на Украину, они идут и разрушают горы, стены и башни. И убивают, и бывают убиваемы. Но они приступают к слову царского. Если же победят, все приносят царю, что получат в добыче и все прочее. И тех, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю после посева, собрав жатву, так же приносят царю. И по нужданию другого приносят царю дани. И он один, если скажет убить, убивают. Если скажет отпустить, отпускают. Сказал бить, бьют. Сказал отпустить, опустошить, опустошают. Сказал строить, строить. Сказал срубить, срубают. Сказал насадить, наслаждают. И весь народ его и войско его повинуется ему. Кроме того, он возлежит, ест и пьет и спит. А они стерегут вокруг него, и не могут никто отойти и делать дела свои, и не могут ослушаться его. О мужи, не сильнее ли всех царь, когда так повинуется ему? И замолчал. Вот венок какую силу имеет? Оно и сегодня такую. Царь такую силу имеет? Да. Не селились, значит, в вино и царь, надо запомнить. Третий же, сказавший о женщинах и об истине, это был Зарававель. Начал говорить о мужи. Не велик ли царь и многие из людей? И не сильно ли вино? Он их не опровергает. Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщины ли? Жены родили царя, и весь народ, который владеет морем и землей, и от них родились, и ими кормлены, скормлены, наслаждающие виноград, из которого делают вино. Они делают одежды для людей и доставляют украшения людям. И люди не могут быть без женщин. Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину хорошую лицом и красивую, оставят все, устремляются к ней, и раскрыв рот, смотрят на нее. И все прилипляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою, и прилипляется к жене своей. И с женой оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. Вот тебе, пожалуйста, Андрейка, Тарас Бульба. Из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемлете ли вы трудов, и не напрягаете ли усилий, и не отдаете ли, и не приносите ли всего женам. Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги, и грабить, и красть, и готов плавать по морю и рекам. Льва встречает и во тьме скитается, но лишь только украдет, похитит и ограбит, а относит то к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин, и сделавшись рабами через них. Многие погибли, избились в пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне? Не велик ли царь властью своей, там один сказал царь? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и опомину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правой стороне царя. Она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левой рукой удаляла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассерпится на него, он ласкается, чтобы он помирилась с ним. О мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они? Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга и начали говорить об истине. О мужи, не сильны ли женщины? Велика земля и высоко небо, и быстро в своем течении солнце. Ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место. Не велик ли тот, кто совершает это? Истина велика и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее. И все дела трясутся и трепещут перед нею, и нет в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие. И все дела их таковы, и нет в них истины. И они погибнут в неправде своей. А истина пребывает и остается сильной в век. И живет и владычествует в век века. И нет у ней лицемерия и развлечения. Но делает она справедливой, удаляясь от всего несправедливого и злого. И все одобряют дела ее. И нет в суде ее ничего неправого. А она есть сила и царство, и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. И перестал он говорить. И все возгласили. Тогда и сказали, велика истина и сильнее всего. Тогда царь сказал ему, проси, чего хочешь более написанного. И дадим тебе, так как ты оказался мудрейшим. И будешь сидеть подли меня, и будешь называть тебя родственником моим. Тогда сказал он царю, вспомни обещание, данное тобой в тот день, в который ты принял царство твое. Что ты построишь Иерусалим. И отошлешь все сосуды, взятые из Иерусалима, которые отобрал Кир, когда дал обет разорить Вавилон и обещал выслать их туда. А ты обещался построить храм, который сожгли инумеи. Когда Иудея опустошена была и халдеями. И об этом самом теперь я прошу тебя, господин царь. И умоляю тебя, и в этом величие твое. Прошу тебя исполнить обещание, которое ты устами твоими обещал царю небесному исполнить. Тогда царь дарит встал, поцеловал его. И написал ему письма ко всем правителям и начальникам областей, и начальникам и сатрапам, чтобы они пропустили его и с ним всех, идущих строить Иерусалим. Ну и далее говорится. Что? Вот теперь что такое женщина? Вот почему у меня тут взят такой эпиграф? Чтобы вы знали. Так это много написано. Вчера пишет мне Валентина Белобеева. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Давно мы с вами знакомы, в кавычках. Ну, по интернету. Но пишу вам впервые. Я являюсь прихожанкой Покровской общины в деревне Дудачкино Ленинградской области. Знаете ли вы священника Александра Сухова, ныне иеромонах Иосиф? Может ли что сказать об опальном священнике Александре Сухове из Дудачкино Ленинградской области и дать оценку его стояния в вере вне Московской патриархии? Нас называют раскольниками, а то и вовсе сектой. У нас есть сайт Христоград Дудачкино. Будет интересно узнать ваше мнение о нашем батюшке, о нашей жизни, о нашем пути. С уважением, раба Божия Валентина. Видите, какие заказы мне. А что там дать отзывы на фильмы? Мне куча, каждый день присылают. Интересно знать мое мнение. Какое мое мнение? О Боге, не о Боге? Я отвечаю, пока не могу этого сделать. Нет совершенно времени для этого. То есть я ничего не смотрел. Я посмотрел, почитал. Что такое Дудачкино, когда была, когда сгорела деревня. Но о священнике почти ничего не узнал. Да благословит вас Бог. Пусть ваш батюшка выйдет на меня по скайпу. И мы поговорим, и тогда я смогу сказать хотя бы что-то. Она ответила, батюшка в интернете не бывает, у него нет времени. Я тогда стал сам смотреть. Ну что, храм хороший, сфотографировал с ними, он исповедует. Ну что у православных там есть. Дальше, как они ездили к Николаю Гурьянову, в могиле его. И как непогода была, развеялась, как молятся. Я посмотрел, они у них ничем не отличаются от московской патриархии. А почему они вне ее, я толком так и не понял. Валентина, раба Божия. Я не смог ответить на этот вопрос. Не нашел ответа. По скайпу вы не ходите. А как я могу узнать, какие решения? Батюшка мне по виду. И как с людьми он там нравится. Ну, дальше не идет. Ни на благовестие нет никого. Николай Гурьянов, Николай, Бога как будто бы и нету. Это везде, это беда. Едут они к Николаю. Что дома вас Бог не слышит. И дальше прилетели голуби, сели на дерево. Это какое-то знамение. Может быть. Так просто для виду сказать можно где-то. Но у нас не так. Вы заходите, знаете, посмотрите. У нас тут по-другому. Есть ли у вас такое, чтобы время было 7 минут перед богослужением, чтобы вы стояли, молчали. Я не увидел надписи в храме из Божественного Писания. Не увидел Библии, занятий по Библии. Не увидел благовестия. То есть я ничего не увидел, что должно непосредственно в каждом храме быть. Батюшку, повторяю, не знаю. Ни одного слова сказать не могу. Я только то, что внешнее видел. Ребятишки солому подожгли и спалили всю деревню. Старое время было. Не могу ответить. Вчера Виталий Калиников вышел. Игнатий Тихонович, доброго здоровья. Я пока в Омске у родителей. Готовимся с товарищем храм штукатурить. Готовить к росписи и расписывать в один сом. Ну что в этом? Расписывать. Храм штукатурить, готовить для этого. Для нас это дико просто. Время на это тратить. Да в покатуре или там расписывать. Расписывать. Товарищ художник. Почему товарищ с мягким знаком художник. Мама моя и я, когда есть время, смотрит ваш канал. Спаси Христос. Очень полезно, интересно и назидательно. Что-то не сказал Виталий. Она смотрела, нет, когда я его там пробирал. Что мама сказала? Благодарю Бога за время, проведенное в Потеряевке. Оно из лучших в моей жизни. Вот которые нападают, говорят, я неправильно обращался с ним. Ну и трещь ведет человек, которому за 30 лет. Сколько ему? Не помню. Ну, не 25. Это лучшее в моей жизни. И кто их говорит? Потеряевке время проводил. Югумен, Кирилл Сахаров был. Эти же слова повторяет. Так человек Виталий и Кирилл, что сравнивает? У того там и патриархи, и настоятели он, и в Данилово монастыре он сколько там был, по всему миру ездит. И те же самые слова. Игнатий Тихонович, помолитесь, пожалуйста, чтобы у нас все вышло на пятерку. Будем стараться. Ну, я строитель, могу подсказать, как штукатурить. Под иконой, под росписи они делают. Ну, думаю, какая разница. Может быть, там будет другая марка цемента только. Ну, и вот это к ним не относятся отдельно. Называется «Исчезающая Русь». Очень печальная, но безумно красивая подборка, фотография нашей России. Ну, вот такой вот. И все это разрушенные храмы, храмы, деревни, все это покосившиеся. Хороший фотоаппарат, хорошие снимки. Ну, что показывает-то смерть? Вот, покажи, что она делает. Видите? Подожди, лапой. Да, я покажу. Оттуда из тюрьмы играет. Вот она. А мать ее сидит вверху. Я ее запер специально. Она головная. Когда записываем, она просто треножник беспокоит. И вот одна душа пишет, скрывая ее, потому что на эту душу большие нападки были. Она пишет, Игнать Тихонович, моя душа по-прежнему с вами. Очень хотелось бы живого общения, но пока подождем. Мы переехали из той квартиры, где над нами был притон. Муж перевез нас обратно в дом, объявил меня ненормальной, больной на голову. Видите ли, соседи сношаются, а ей это мешает. Это его, как бы, обвинение против нее или что? Я так понял. Мешает вот это вот обвинение, которое против нее. И оставил меня с детьми. Вообще ловко сношаются. То есть, как соседи мешают. Ну, мешают, сношаются. То есть, пьют, гуляют, наркоманят. А дети подрастают. Она еще плохого делала, сказала. Господь допустил это. Тяжело и долго все рассказывать. Но нашлась у него духовная дыра. Куда теперь он? Дело в том, что он имеет тесное дружеское общение с прелюбодеем, который в венчанном браке бросил четырех детей. Вот так. Думаю, ему обязательно нужно прекратить всяческое с ним общение. Но вряд ли муж на это пойдет. Да и не хочет он возвращаться к такой ненормальной правдолюбке. Спаси Христос. Это духовная война. Когда человек стоял за защиту отечества, то есть, он на нас нападал сильно, убийство на войне защищал. А на деле не смог даже жену защитить от соседей. И потом дописывает. И, кстати, муж отказался вместе идти за советом к священнику. Да, там все тащил ее, что она сейчас-то не причащается. Вот надо же. Тащить к причастию мировая история не знает. Попы так извратили. Все каноны говорят, отлучается от причастия. Отлучается на много лет. И страдал человек, и молился, и плакал. А здесь наоборот. К причастию. То есть, или там ничего нету, потому что к причастию давным-давно. Или попы не знают, где показать свою власть. Через причастие. Играет к причастиям. И потому многие больные немало умирают. Почему к причастию тащат? Все больницы забиты. К слову сказать, вчера мы в больнице были. Сказали, что болеет Фаина Соломоновна Королева. Мы не скрываем ее ничего. Его еврейка. Она была у нас не член церкви. Но в общем она ходила к нам. По-нехорошему расстались. Она взбунтовалась. Я там евреев не похвалил. Сказал такое. Говорю, смотришь историю еврейского народа. И создается мнение, как будто Бог ошибся. Вы, что избрал такой народ. Вы, дети дьявола. Ваш отец дьявол. Надо дойти до этого. Пришел к погибшим овцам Израиля. Ну, она взыграла тут. На меня материалы писала там. Тоже нападала даже на стихи. А в конце сказала, да вы любого жида за пояс заткнете. И вчера мы пришли. Она сломала бедро. Там это шейка называют. И она не ожидала. Она лежит. И я все заснял. И она не против не заснимать ничего. Она насчет этого молодец была. Но для нее это было в удивление, что я пришел к ней. Пришел, меня привели. Володя был снимал. Потом пофотографировали. Она лежит. Скоро выписывают. Поговорили. Я ей рассказал о нашей миссионерской поездке. Ободрил ее. Ну, а что с больным? Что говорили? Она упала, разбилась. Автобус дернул. И она упала. Кости хрупкие. Вчера у нас Яков Виктор Андреевич, врач, объяснял, что надо беречься. Какие-то капли там, что-то она. И это записали. Женщина. Вот женщина. Плантовалась и все. Тут муж. Но все это меняется, что мы молимся. А молимся, значит, будет по-другому. И может быть еще с ней встретимся. Господь благословит. Покажу наши ресурсы. Вот мой мир. Вот мой мир. Богатые очень здесь. Видео 4572. И все, что в Ютубе выставляется. Вот на следующий день. Вчера, допустим, 7 роликов. Сегодня у меня 9 выставляю. Все еще потеряевские идут. Заканчиваю. Вот наш форум во свете Библии. 1593, наверное, тема. Сейчас я даже... Надо посмотреть. Вот. Это наш канал. Вот он. Это что под замком? Это мне в другом месте модераторы, администрация там ставят. А я потом только снимаю и все. И вот смотрите. Вот только за неделю... За неделю у меня прошлое... Вот это прошла неделя. Вот. Я могу сказать, сколько выставлено. 49,3 гигабайта. То есть полстать гигабайтов за неделю. И 63 файла. За неделю. И я такую папку, вот как стал отмечать, уже 70... 71 пошла. Видите как? Я не скрываю, показываю. Вот сколько вот. Сейчас прокручу. Вот посмотрите, вот замки. Это все замки. Это замки, которые я буду снимать. Вот. Ну и все еще выставляются будут. Вот они идут. Замки. Вот по 5 строчек вот. Посчитай сколько. Раз. Два. Три. Четыре. Ну. Пять. Пять. Пять, двадцать, пять. Ну. Около 30 еще роликов, которые открываю буду. И остальные будут поставлены. И притом большие. По 35 минут, по 56, час 27. Видите, какие большие ролики очень. И они интересные. Интересные. Это вот события за прошедший день воскресенья. Как всегда встаем в 4.40. Володин храбро расцепляет печку. Ожидаем здесь. Люди приходят. Без батюшки. Батюшка еще вчера привет передавал. У отца Иоанна в Тулу уехал. Отец Иоанн Суворов. Ну. А мы здесь после этого собрания. После собрания. Обедают там. Трапезу у них. Поют. И занятия. Ну. А после занятия. Вот. Отправляли. Первая посылка была в Испанию. В Америку у меня. Много раз отправлял. А вот в Испанию первый раз. Хотя там. В Мадриде. В Национальной библиотеке. Мои книги. Мы там проезжали. Везде подарил. И вот. Это не просто так. Это получается. Полный комплект. Две посылки. И два пакета. Ну. Вчера отправили. Отправка тоже. Недаром. 10 тысяч с лишним. Ушло наверное. Или что там. Несколько сот. Вот. Меньше. Вот. Но уже заранее оплатили. Послали деньги с избытком. Чтобы куда-то. Мы ничего не скрываем. Мы говорим. А он католик. Она русская. И он ее к православию привел. Вот что удивительное. Католик. Он видимо испанец. А она похожа. То ли белая. Литовка. Или кто-то. Ну. Из Литвы. Судя по фамилии. Как-то. Окончание такое. Вот. Посылаем. У меня вот книг-то уже не 38. А там 35. Остальные кончились. Но чуть-чуть оставил где-то несколько экземпляров. И вот вчера решился и послал полностью. Она говорит. Пришлите полностью. Потому что это на целую страну. Теперь уже. Я нигде не могу не давать ничего. Только на страну. Страна. Вот сейчас пошлю. Допустим. Страна Турция. Один экземпляр. Все. Больше полного комплекта не будет. Общий-то тираж. Всего лишь только. Какой тираж-то? Тысячу. Потом переиздавал. Вторичный. Это 3000. Это мело где-то. Вот событие одного дня воскресного. Что тут не так было сделано? Все как будто бы. Вы тоже съездили? Вы себя не благовествовали? Не ходили? Нет. Ну, вчера тут такая еще и погода. И мне надо было помогать тут. Вы на машине везти. Долго на почве там были. И Володя должен был помогать сестре. Отправлено. Ну, а остальное вот все здесь. Потому что еще больше у нас не было. И Богу нашему слава. Я выпускать буду пленицу, посмотри. Вот теперь. Вылазь давай, Бузка. Вот я запер здесь. О! Все. Посмотри, она теперь вот так. Чтобы не мешало проверить, какая решетка. Так что. Бац! Готово. Все. Пошла проверить, что там давали. А мать сидит на колонках. А белая куда-то делась. Вчера сестра одна пришла, говорит, кошка у меня умерла. Я говорю, кошка не умирает, а вздыхает. Ну, возьми у меня белую. Нет, мне котенка надо. А где ж ты была-то? У Бузки там она же не одна родилась. Были другие кор. От этой вот, от нашей рыжей, очень хорошие ловливые котята. Дай мне вот эту Бузку, вроде, Бузку я не отдам. Я так привык к ней. Она шустрая очень. А белую отдал бы. Потому что они у меня от голубей, там, мышей ловят. Там и здесь, везде. В Потеряевке две голубятни. Здесь и везде зерно, семечки. Иначе мыши живьем съедят. Вот из Потеряевки только приехали, а та сразу поймала мышку. Не задавила, ей отдала. Она играла, играла, играла с ней. Отпустит, та побежит. Ну, пока и не съела. Такие простые наши дела. Но благодарение Богу. Все.